Итак, как менять тональность песни. Нужно определить, какая нота неудобна. Если это верхняя нота, значит вы находите ее по слуху, или просите кого-то найти, или находите в интернете ноты, смотрите, какая самая высокая, и проверяете, насколько полутонов или даже тонов нужно опустить в минусовку, чтобы эта нота стала удобнее. Например, в песне короля Ишута «Кукла-колдуна» К настоящему колдуну Он загубил таких, как ты, не одну Это нота си-бемоль. Допустим, вам си-бемоль неудобна. Попробуем сделать ее, например, нотой соль, то есть опустить на малую терцию или на минус три. Это я говорю, как написано на программах, на сайтах, когда вы меняете тональность, там нужно нажать минус три. И смотрим, что получится. К настоящему колдуну Он загубил таких, как ты, не одну Он загубил таких, как ты, не одну Попробуйте Если все равно вам высоко, то смотрим, может быть, еще на терцию вниз. Допустим, то было минус три, будет минус шесть. И проверяем К настоящему колдуну Он загубил таких, как ты, не одну Теперь вы Возможно, вам стало удобно, потому что большинство парней, они на этих нотах могут петь. Но у кого-то до сих пор может это быть зажато, может быть, высоко. Для женского голоса и предыдущий вариант с нотой соль мог быть нормальным. Либо оригинал. Если все равно для вас высоко, мы попробуем опустить ее, например, до ноты до диез И проверяем Вот до диез, допустим, вот К настоящему колдуну Он загубил таких, как ты, не одну Попробуйте Скорее всего, для большинства мужских голосов это будет нормально Если все равно высоко, то просто пойте на октаву ниже Оригинальные ноты Для этого менять ничего не надо К настоящему колдуну Он загубил таких, как ты, не одну Вот, в оригинале все на октаву выше, вы можете петь так Но тогда будет другая сложность Там же в начале идет куплет И куплет может быть гораздо ниже Поэтому, когда вы опускаете тональность, нужно, чтобы проследили, чтобы ноты куплета тоже попали в нее Они вышли из нее куда-то вниз Вспомним, как там поется Сейчас вспомним, как там оригинал идет Да, там получается вот отсюда начинается Очень жаль, что ты тогда Мне поверить не смогла То есть, вот это ноты куплета В оригинале Очень жаль, что ты тогда Мне поверить не смогла В то, что новый твой приятель Не такой, как все Вот, и если вы опустите тональность, допустим, на минус три То придется начинать это петь уже не от ноты ре, а от ноты си Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла Попробуйте Нормально вам? Если это низковато, то значит, подумайте, что найти какой-то компромисс Чтобы не сильно напрягаться наверху и не сильно давиться или заглушать голос внизу Найдите нечто среднее Скорее всего, то, что я сейчас играла для мужчин, будет нормально Для женщин, для кого-то нормально, для кого-то нет Потому что для собрана голос это слишком низкие ноты Это минус три мы смотрели Если мы опустим на минус шесть Допустим, не ре, не си, а соль диез будет И там будет так Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла Вот, для мужчин может быть для кого-то нормально, для кого-то низковато Для женщин низковато Это минус шесть Вы пробуйте Делайте минус пять, минус четыре, минус два И проверяйте Если же наоборот Все, что я сейчас играла, все равно высоковато То вам нужно пробовать по-другому Наоборот, повышать тональность Делать плюс один, плюс два, плюс три, плюс четыре Но петь на октаву ниже Но это я говорю о том, как обработать ее на программе А то, как мы подбираем ноты, это другое То есть вы все равно должны подобрать ноту То, что я сейчас сыграла, это будет как минус шесть То, что дальше минус семь Может испортить качество минусовки Поэтому даже вот на сайтах На некоторых можно либо плюс пять сделать Либо минус семь То есть есть какой-то предел Что нет смысла, допустим, опускать на минус семь Лучше поднять на плюс пять И качество минуса будет лучше Вот, это уже другая тема немного Допустим, минус шесть оказалось еще высоковато Тогда мы поступим от обратного Вспомним ноты, которые были оригинальные Допустим Вот видите, мне низко Я не смогу это спеть громко Допустим, вы мужчина И это для вас низковато Вы хотите чуть-чуть поднять Допустим, вы тогда делаете плюс два минусовку И мы начинали от ре Будем начинать от ми И будет так Очень жаль, что ты тогда Мне поверить не смогла Вот Попробуйте Или, например, все равно вам низко Попробуйте отчитать как плюс три Вот То есть тогда мы начинаем не с ми, а с фа Очень жаль, что ты тогда Мне поверить не смогла Допустим, плюс три Вы подобрали, что вам куплет не низкий И смотрим припев Вот был оригинал от си бемоль И я сейчас говорю, так как на октаву ниже То мы от оригинала прибавляем, а не вычитаем И вы, допустим, от си бемоль плюс три Это будет до диез Или ре бемоль, как удобнее И тогда будет так И начинаем мы Вот для бема К настоящему колдуну Загубил таких, как ты, ни одну Проверьте вы Был ли из предложенных вариантов для вас тот, который вам подошел Может быть, вы хотите, чтобы я посмотрела тональности других песен Которые вам непонятны Напишите в комментарии, какие посмотреть В какие вы не попадаете Если у кого-то возникла трудность С тем, как определить под свой голос тональность То вы запишите исполнение Пришлите мне на почту или ссылку на видео И я посмотрю и подскажу И еще я планирую записать ролики Чтобы показать, как именно технически Поменять тональность на сайтах с минусовками Или в программах Например, у вас есть файл минусовки Но нужно в программе поменять Если вы не знаете, я покажу Пишите ваши вопросы Всем спасибо, до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!